Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня у нас почти что месяц прошел с момента запуска наших самых вечных, самых-самых-самых вечных террариумов, друзья! Сегодня настало время подвести какие-то промежуточные итоги, поставить кое-какие рэперные точки в развитии этих двух запнутых биосистем. Итак, погнали! Первая у нас была баночка, в которую мы засыпали семена двух видов цветов, семена липы и семена перца. Как вы можете понять, это совсем не липа, это перец большой. Рядом я думал, я делал ставки, я надеялся, что это липа, но чем дальше, чем больше взращивался этот индивид, эта растительная особь, тем больше я понимал, что что-то здесь не так, и вскоре понял, что это просто-напросто крапива, друзья, обычная крапива. Вот, что же хочется сказать, так это то, что проросли перцы, проросли, в общем-то, цветочки тут какие-то, да, будем смотреть, что из этого в дальнейшем выйдет. Вот тут какая-то, кстати, мошка изнутри присохла, скончалась. Как она туда попала, я не знаю, потому что земля изначально была сухая. Ну, наверное, наверное, скорее всего, все-таки она туда влетела в момент закупорки. И второй наш аквариум, второй наш вечный террариум. Здесь у нас была просто земля, мы ее полили хорошенько, положили две, ну не две, сколько там веточки, типа коряшки, и начали ждать, что из этого выйдет. А вышло у нас из этого то же самое, это крапива. Здесь же у нас есть мокрица, да, трава, знаете, такую, да, нежнейшая травушка такая, мелкими еще белыми цветочками растет. Здесь у нас лебедянская лебеда растет. И, в общем-то, еще какие-то странные, странные поросли. Также, что еще я хочу заметить, это то, что жизнь кипит. Жизнь не только здесь в виде растительных каких-то компонентов, но и в виде маленьких насекомых, друзья. Это, во-первых, вот такие вот колемблы, да, но вы сейчас отмотаете, посмотрите, вот тут маленькая белая жопка уползла туда в грунт. Это, в общем-то, ногохвостки. Как, опять-таки, они здесь оказались, я не пойму. Ясное дело, что через землю, да, но другой вопрос, что пересыхание они вообще не любят, друзья. То есть, земля была изначально сухая, вы это видели, да, и именно засушиванием, пересушиванием и борются с этими насекомыми. Вот, соответственно, вред или пользу они здесь приносят, пока я не скажу. Вообще, они могут и подгрызать растения сочные, но, как правило, питаются органикой. Таким образом, вот, что у нас есть. Обе банки развиваются. В двух банках зелень. Причем, там, где нет основных, то есть, семян, там бушуют всякие сорняки сорнякового типа растений. И примерно по количеству, то есть, по внешнему виду, это одинаковое количество зеленой массы. На этом все, друзья. С вами был Аквамен. Я надеюсь, вам было интересно. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok